Глава 4. Препятствия на пути к знанию и их преодоление Вы можете постоянно жить на вершинах Духа Дорогие, Краин приветствует вас О, сколько любви сейчас вокруг вас! Почувствуйте ее Любовь Бога, энергия нашего с вами общего Божественного Дома Сейчас там же, где и каждый из вас, рядом с вами, вокруг вас Вы можете открыться ей, если хотите Вы можете позволить этой энергии любви наполнить каждую вашу клетку Вы можете сделать это в любой момент, потому что Любовь Бога всегда рядом Всегда, а не только сейчас, не только во время наших с вами встреч Если бы вы могли постоянно пребывать в этой энергии любви Какой бы была ваша жизнь, только представьте Если вы пребываете в энергии любви, значит вам нечего опасаться Значит вы убеждены, что все идет наилучшим образом Значит вы можете быть спокойны и свободны Вы можете не бояться быть собой, проявлять свои таланты Вы можете достигать высшей точки в каждом своем начинании Вы думаете, это невозможно? Дорогие, вот что я вам скажу На протяжении тысячелетий в энергиях планеты Земля Это и в самом деле было невозможно Только у некоторых из вас и только в отдельные прекрасные моменты Случались вспышки озарений, когда вы вдруг чувствовали себя в энергии любви И в эти моменты вы были способны на все Это были моменты высших взлетов, величайших открытий, прекрасных идей, великих достижений Но это были только моменты А следом наступала обычная жизнь, какой она была раньше Жизнь, полная страхов, беспокойства и самоограничений Жизнь, в которой между вами и божественной любовью вдруг словно опускался плотный тяжелый занавес И вы молились о том, чтобы он приоткрылся хоть на миг И вы ловили эти мгновения света, взлета, счастья И хранили их в памяти до конца своей жизни Как будто это что-то редкостное, необыкновенное и чудесное Это было равносильно чуду в прошлом Но сейчас все меняется Это становится уже не чудом, а нормой Вы можете жить на этих вершинах духа постоянно Вы можете парить на волнах любви Бога постоянно И ничего не опасаться И достигать высочайших вершин во всем, за что бы ни взялись Как справиться с привычкой к беспокойству Что изменилось На протяжении веков вами управляла древняя привычка всегда быть готовыми к нападению Древние инстинкты и по сей день говорят вам «Опасайся, беспокойся, будь настороже» А это как раз то состояние, в котором невозможен контакт с Богом Потому что Бог – это любовь, мир и спокойствие И чтобы наладить контакт с Богом, вам необходимо оказаться с Ним на одной волне То есть в энергиях любви, мира и спокойствия Сейчас, когда на Землю пришли новые энергии На первое место выходит дух И вам стало гораздо легче жить под управлением духа, а не древних инстинктов Более того, вы можете отдать и сами древние инстинкты под управление духа Как следствие, они будут служить вам во благо, а не во вред Они служат во вред, когда подают ложный сигнал опасности, а так бывает чаще всего Вы пугаетесь на всякий случай заранее, когда пугаться нечего Вы тревожитесь впрок, хотя повода для тревоги нет И вам очень трудно сосредоточиться, успокоиться и с доверием обратиться к Богу У вас нет привычки к доверию И напротив, есть привычка к недоверию, к настороженности Но представьте себе, вы спокойны, и при этом вы находитесь в полной осознанности Вы замечаете все, что происходит Вы улавливаете от окружающего мира ту информацию, которая еще не проявила себя, а только готова проявить Вы улавливаете скрытые знаки и намеки на то, что еще только произойдет Когда вы беспокоены и напряжены, вы пропустите эти знаки Потому что ваше беспокойство съедает и вашу энергию, и ваше внимание Вы не можете быть внимательны к окружающему миру, когда беспокойны Вы сосредоточены на своем беспокойстве Но может быть иначе Вы можете быть в спокойствии и осознанности И одновременно в состоянии тонуса, в состоянии активности В состоянии готовности отреагировать на все, что бы не произошло И отреагировать наилучшим образом Тогда вам не нужно беспокоиться заранее о том, что произойдет Вы можете быть уверены, что бы не произошло Вы будете готовы и отреагируете наилучшим образом Ваши инстинкты под руководством духа помогут вам в этом Все это возможно, когда вы отдаете приоритеты духу Все это возможно, когда вы признаете, что вы – это дух, а не тело, не инстинкты и даже не мозг. Вы – это дух. А тело, мозг, инстинкты подчиняются духу, потому что дух сильнее, потому что дух наделен могуществом Бога, потому что дух – это любовь. А любовь – главная созидательная сила Вселенной. Для энергии любви нет преград, она преображает мир. Другие энергии не властны над ней, а она властна над всем. Дорогие, тысячелетиями вам было очень трудно отдать приоритеты духу, потому что на земле было очень много тьмы. Человечество жило во тьме, подчинялось ей и таким образом делало ее все сильнее и сильнее. Никто не насылал на вас тьму, никто не придавал ей силу и власть. Это делали вы сами, потому что не знали, что внутри у вас – свет, который сильнее тьмы. И даже в тех условиях появлялись единицы, бросившие вызов тьме. Они зажгли свой свет и пробились к Богу и проложили дорогу, идущим за ним. И вот теперь свет уже не может быть побежден. На земле достаточно света, чтобы можно было уверенно говорить о его победе. Вы стали сильнее. Ваш свет светит очень ярко, и вам с каждым днем все легче ставить дух во главу угла и жить по законам духа. Вы это делаете, и вы видите, что жизнь меняется, когда вы это делаете. Ввысь к новым измерениям. Вам все легче сохранять спокойствие, чтобы не происходило. Это значит вы становитесь сильнее, ведь беспокойство отнимает силы. Это значит вы становитесь мудрее, не тревожитесь без повода и принимаете наилучшие решения, когда это требуется. Это значит вы можете беспрепятственно устанавливать контакт с Богом и получать нужную вам информацию с божественных уровней реальности. И когда вы устанавливаете этот контакт, вы становитесь еще сильнее, еще спокойнее и еще мудрее. Вы испытываете при этом радость и блаженство, которого не знали раньше. Ведь если вы в контакте с Богом, вам хорошо. Вам хорошо, чтобы не происходило. Вы обретаете знания, вы обретаете силу и власть, чтобы изменить события. Вы обретаете любовь и чувствуете себя бесконечно любимыми. Вам знакомо это чувство? Дорогие, его невозможно объяснить тому, кто ни разу не испытал ничего подобного на своем опыте. Если вы скажете такому человеку, что вы не одиноки, потому что вы с Богом, и что вы счастливы, потому что вы с Богом, как вы думаете, какова будет его реакция? Он может пожать плечами или сказать, это какая-то ерунда. Но представьте себе существо, которое живет в двухмерном мире. Там можно перемещаться только на плоскости, вперед, назад и в стороны. И вдруг кто-то сообщает ему, что существует еще вверх и низ, и что можно двигаться не только на плоскости, но еще и в высоту и в глубину. Такое существо тоже скажет в ответ, это ерунда, нет никакого верха и низа. Оно будет уверено в своей правоте, и оно даже не подумает о том, что это в его мире не хватает одного измерения. Дорогие, самый верный признак того, что вы установили контакт с Божественным измерением, это чувство, что вам очень хорошо. Вы можете при этом ничего не делать, вы можете просто сидеть в своей комнате. Но одновременно вы в свете Бога. Свет и любовь омывают вас. Вы в покое. Вы в любви. Уходят все тревоги и опасения. В Божественном измерении их нет. Если вам еще не знакомо это чувство, значит у вас это впереди. Когда в вашу жизнь войдет Божественное измерение, вы почувствуете это сразу. Не ждите какого-то голоса с небес, не ждите летавр и фейерверков, не ждите грандиозных потрясений. Бог приходит к вам в тишине. Бог не кричит громко о своем появлении. Это может быть очень буднично. Окружающие могут ничего не заметить, но для вас все изменится. Вы в свете, вы в любви, вы в мире и покое. Вам хорошо, даже если ничего не происходит и рядом никого нет. Это и есть то самое состояние, в котором вы можете принимать информацию Вселенной. Это состояние, в котором Бог говорит с вами, а вы его слышите. Растворите стену неверия. Что мешает вашему контакту с Богом, кроме привычки беспокоиться? Ваше собственное недоверие. Ваше неверие в то, что это вообще может произойти. И неверие в то, что это может произойти с вами. Неверие – это словно стена на пути, которая кажется непреодолимой. Но на самом деле, ее можно преодолеть очень просто. Как? Не надо пытаться пробить ее или перескочить через нее, или еще каким-то образом устранить это препятствие. Не надо прилагать никакой силы вообще. Чем больше вы прилагаете силы, тем крепче стена вашего неверия. Знаете, что нужно сделать? Просто представить, что этой стены нет. Представьте, что нет никакого неверия. Представьте, что нет сомнений. Нет недоверия, нет неуверенности в себе. Нет неверия в то, что вы достойны говорить с Богом. Просто представьте, вообразите. Не надо напряжения. Просто в своем воображении растворите ее. Была стена, а теперь ее нет, и путь свободен. И вы уже рядом с Богом. Вам не нужно пробиваться к Нему. Простите себя за несовершенство. Бывает так, что вы задаете вопрос Богу, а в ответ тишина. Я знаю, что бывает. Я знаю, что порой на ваши молитвы нет ответа, но на самом деле ответ есть. Ответ есть всегда, и на ваши молитвы, и на ваши вопросы просто случается так, что вы не слышите их. Заметьте, иногда случается так, что вы обращаетесь к Богу, и чувствуете, как в ответ что-то происходит, вы подключаетесь, соединение устанавливается. С каждым из вас хоть раз было такое. Вы чувствовали это? Почему же не всегда так бывает? Почему иногда в ответ тишина, будто соединение не произошло? У ваших религий есть готовый и неверный ответ. Потому что вы якобы такие грешники, что Бог отвернулся от вас. Бог не хочет с вами разговаривать. Дорогие, как это смешно предполагать такое. Это смешное и нелепое предположение. Но оно становится не таким смешным, когда выясняется, что с помощью этой лжи, вами на протяжении тысячелетий манипулировали те, кому это было выгодно. Это ложь была нужна только им, но никак не Богу. Бог – это правда. Правда, состоящая в том, что вы бесконечно любимы, и Бог не может отвернуться от вас ни при каких условиях. Что бы вы ни натворили, для Бога вы прекрасны, совершенны и любимы. Что бы вы ни натворили, какие бы грехи ни приписывали вам ваши религии, вы всегда остаетесь искрой Бога его продолжением, и это не может быть отменено. Бог никогда не отворачивается от вас. Бог всегда отвечает на ваши просьбы, на ваши молитвы и вопросы. Проблема не в том, что Бог не говорит с вами. Проблема в том, что вы не всегда слышите Его. И одна из причин в том, что вы сами таким образом наказываете себя за так называемые грехи. Вам внушили, что вас нужно наказывать, что вы настолько плохи, что нуждаетесь в исправлении, и что Бог якобы не нашел другого способа исправить вас, как только отвернуться от вас. Дорогие, вскоре вам и самим станет ясна вся нелепость подобных предположений. Бог, который ежесекундно посылает вам свою любовь, не в состоянии отвернуться от вас, потому что он не может отвернуться от самого себя. Он не может отвергать себя и наказывать себя. В каждом из вас Бог, и в каждом из вас Бог видит себя. Вот как устроен мир. Великолепно, прекрасно и совершенно. Совсем не так, как вы думали раньше. Теперь вы понимаете, что вы можете восстановить контакт с Богом в любой момент, так как это зависит от вас. Преграду ставите вы, хоть и неосознанно. Не Бог ставит преграду. У Бога нет и не может быть никакой преграды, которой Он отделял бы себя от вас. Потому что вы неотделимы. Потому что Бог и вы одно целое. И даже та преграда, которую ставите вы сами, иллюзорна. Но поскольку вы в нее верите, она становится реальной. Реальным становится все, во что вы верите. Вот как вы могущественны. Просто веря во что-то, вы делаете это реальным. Своей верой вы можете создать преграду между собой и Богом. Но своей верой вы можете стать едиными с Богом. Вы можете открыть в себе свет истины и любви Бога и устранить все преграды. Если чувствуете, что есть эта преграда, просто задайте себе вопрос, что я ставлю себе в вину, что я не принимаю в себе, за что я наказываю себя, не позволяя себе наладить связь с Богом. Дорогие, когда вы задаете вопросы, ответы придут. Просто обратитесь к себе и спросите себя, из чего вы построили эту преграду? Из чувства, что вы недостойны? Из чувства, что вы грешны, так как в чем-то ошиблись, что-то сделали не так, не смогли стать совершенством и Бог вас за это не прощает? Дорогие, вы совершенны по сути своей, вы совершенны для Бога, потому что вы его часть, но когда вы воплощаетесь на земле, то отказываетесь от части своего совершенства. На земле вы не можете быть совершенными, и такова была изначальная задумка, таков был план. Вы отказываетесь от совершенства, чтобы вспомнить о нем и стремиться вновь вернуться к нему. Но полностью вернуть его вы не можете, пока живете в материальном дуальном мире. В мире, где все имеет свою противоположность, где есть свет и тьма, где есть добро и зло, где кроме любви всегда присутствует страх. В таком мире нет и не может быть совершенства. Вы понимаете, что нет смысла себя наказывать за то, что вы несовершенны? Вы же не будете наказывать себя за то, что вы всего лишь человек, а не, к примеру, необыкновенный цветок неземной красоты. Тем более, что такого цветка на земле не существует. Примите свое несовершенство, оно временное. Примите его как что-то естественное и ничуть не страшное. Быть несовершенным на земле – это нормально. Совершать ошибки и делать глупости – нормально. За это вас никто не наказывает, кроме вас самих. Бог вас не наказывает, а потому ему не за что вас прощать. Можете считать, что Бог уже давно заранее вас простил за все. Просто нет ничего такого, чего он не может простить. Ваша задача лишь в том, чтобы простить самих себя. Да, для вас это бывает непросто. Но вспомните, что вы прощены Богом. Он смотрит на все ваши так называемые прегрешения с доброй и сострадательной улыбкой, словно говоря. Ничего страшного. Это может быть с каждым, и в этом нет ничего страшного. И поверь, ты не стал менее любимым из-за этого. Скажите это себе. Взгляните на себя глазами Бога. Поплачьте над своими ошибками, если вам так будет легче. И стена, которую вы воздвигли между собой и Богом, просто рухнет и не будет никакой преграды. И свет прольется на вас, и вы почувствуете себя в любви. И вы поймете. Да, это оно. Вы подключились, и соединение установлено. И тогда? Вот тогда на все ваши вопросы и просьбы начнут приходить ответы. Соединение с Богом – это не только любовь и блаженство, это еще и знание истины, знание обо всем, что вам нужно узнать. Бог слышит вас всегда. Краин. Но я пробовал говорить с Богом и не раз. И у меня ничего не получилось, даже несмотря на то, что у меня есть вера. Я разочарован и больше не предпринимаю попыток. Дорогие, мы слышим вас. Слышим ваши слова, полные разочарования или даже отчаяния. Вот что Дух скажет вам. Не прекращай попыток. Твое разочарование не имеет под собой никакой почвы. Нет смысла разочаровываться в Боге, потому что Бог – это любовь, а любовь Бога – это то, в чем невозможно разочароваться, если ты хоть распознал, что это такое. Если ты разочарован в себе и в своих способностях говорить с Богом, в таком разочаровании тоже нет смысла. Невозможно разочароваться в том даре, который присущ тебе от рождения, если ты хотя бы раз воспользовался этим даром. Замени разочарование терпением и теплом к самому себе. Возможно, ты еще не осознал все преграды, которые сам себе ставишь. Но знаешь, что я тебе скажу? На самом деле, Бог слышит вас даже сквозь ваши преграды. Проблема не в том, что Он не слышит твои вопросы. Проблема в том, что ты не слышишь ответов. Но эти ответы есть, даже если ты их не слышишь. И Бог помогает тебе, даже если ты не ощущаешь этой помощи. Ты можешь попросить Бога показать, что мешает тебе услышать Его. Ты можешь попросить Бога помочь тебе устранить преграды. Бог услышит, и помощь придет. И рано или поздно ты услышишь, ты почувствуешь. Главное, чтобы твое намерение на это было достаточно твердым. Свершается все, во что ты веришь. Ты получаешь то, что хочешь получить. Если ты хочешь получить любовь, свет и истину Бога, ты обязательно получишь это, и так скоро, как ты даже не ожидаешь. Да будет так. С любовью, Крайен.